А для поддержки своего производителя власти Таджикистана решили ввести экспортные пошлины на хлопок. Мировая цена на это сырье достигла 5000 долларов за тонну. Это радует местных декан, а вот текстильным фабрикам покупать свой хлопок по ценам Ливерпульской биржи не по силам. Репортаж Веры Исмаиловой. На раскаленном от солнца тракторе Усмон бороздит землю. Нужно использовать каждый погожий день. Сейчас самый сезон посева хлопка. Даже завтракает и обедает в поле. В семье из 16 человек все строго распределено. Мужчины копают и сеют, старшие дети помогают, женщины готовят. И так каждый день, когда нет дождя. Если вовремя засеем, получим хороший урожай. В прошлом году я собрал 28 тонн хлопка. За каждую тонну получил 800 долларов. Это намного больше, чем еще пару лет назад. Если декан стремительный рост цен на мировой бирже радует, то производители текстильной промышленности наоборот. Сырья остается мало, да и покупать его приходится по ценам Ливерпульской биржи. Дабы изменить ситуацию, в правительстве разработали пакет мер по защите внутреннего рынка. Первое из них – это временное введение таможенных пошлин на экспорт хлопкового локна. Второе – это рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести изменения в налоговый кодекс и с улик Таджикистан с целью убрать 10% налог с продажи. Предложили правительству пересмотреть этот порядок реализации хлопкового локна, который одинаков и для внешних, и для внутренних покупателей. Мы хотим, чтобы были какие-то преференции для внутренних производителей с целью стимулировать внутреннее производство и производство товара с высокой добавленной стоимостью. Раньше здесь располагалась автобаза, но потом предприятие разорилось и здание долгое время пустовало. Теперь на месте гаражей – предельные цеха. Здесь ткут пряжу и нитки из таджикского хлопка для экспорта в Италию и Турцию. Причем выращивают его сами, на своих же полях. Сейчас так выгоднее. У нас есть соглашение, у нас есть и хлопкочистительные заводы, где мы переобретаем сырье, и после того волокна приставим сюда, значит, предельную фабрику. Инновационный подход позволил увеличить рабочие места. Сабрина еще два года назад работала на химзаводе. Зарплаты секретаря на то, чтобы обеспечить себя и троих детей, не хватало. Бумажную волокиту решила сменить на сложный, но четкий и, самое главное, доходный производственный процесс. Сейчас она уже мастер. У нее четыре ученицы. Мы здесь работаем, каждый месяц мы получаем зарплату, и это мне очень даже выгодно. У меня трое детей, мне даже надо же их кормить. Ну, не жалуюсь. Хорошо. А это старейшая текстильная фабрика в Таджикистане. В начале 30-х годов прошлого века она была известна на весь Союз. Сегодня сотрудничает только с Россией. Наши продукты сейчас продаются в супермаркетах, в супермаркетах типа Ашан, Метро, Континент, Детский мир, Лента и других супермаркетов. На фабрике с богатым прошлым знают о будущем. Маргарита рассказывает, что будет модным в следующем году. Заказы на пошив одежды ей присылают из России. Ну, что будет модно. Те же самые дудочки, трубочки, узкие брюки на девушек, на девочек. Ну, мужские брюки как бы сильно не меняются. Эти самые дудочки, трубочки и узкие брюки они отправят в Россию. А почти все сырье для них завозят из Пакистана, Турции, Китая и Индонезии. Хотя закупать доморощенный хлопок скоро станет выгоднее. Для нашего производства, которое 98% состоит из экспорта, будет и приемлемо, и выгодно. Потому что чем больше сырья местного производства будет, это по ценам дешевле и временно экономит. Вот, к примеру, возьмем с Индонезии, если везти сюда контейнер ткани, это минимум, учитывая заказы и доставку, минимум 90 дней занимает. Поэтому очень было бы целесообразно и выгодно для производства. Изделия с надписью «Сделано в Таджикистане», будь то молодежные джинсы или детские платья, востребованные на внешнем рынке. Уже сейчас текстильные предприятия экспортируют свой товар во многие страны. А после введения таможенной пошлины на экспорт хлопка волокна, поставки готовой продукции увеличатся в разы, уверены эксперты. Это единственный специализированный магазин фабрики. Более 90% изделий идет за кордон. Только доступные цены убеждают покупатели, что товар местного производства. Рубашки стоят в среднем около 8 долларов, джинсы чуть более 10. Первый раз, когда я увидел, я думал, что это привоз иностранное, но качество изумительное, очень хорошее. Я потом узнал, что это с нашего государства. Качество очень хорошее. Вот одеваемся и вся семья. К 2015 году все предприятия планируют перевести на полный цикл обработки сырца до конечной продукции. По подсчетам экспертов, стоимость продукта тогда возрастет в 4 раза. А у Усмона Бабабекова свои подсчеты. В этом году он планирует засеять хлопок на 3 гектара больше, чем в прошлом. По всей же республике под хлопчатник в этом году отведено 210 тысяч гектаров земли. Вера Исмаилова, Рустам Пулатов. Вместе из Таджикистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова